Забываешь свои тени и основное древо свое. И вот пространство русского языка, пространство русского мира, то есть мы дружим с русским миром, мы дружим с Росотрудничеством. Сейчас вот пройдет большой форум, будет время желания, посмотрите на сайте Конгресса российских соотечественников, 10 лет, 5-6 ноября, это будет в центре, там будет президент выступать, там будет министром странных дел, то есть единство мира, оно уже не антагонистично, и независимо от того, как мы относимся, допустим, к нашей стране, к неким может быть, ну там, сложности бюрократии, сложности для бизнеса, как бы, да, когда мы выезжаем, мы все равно являемся проводниками страны, я говорю себе, которые часто ездят, и многие, которые люди, русские люди уже там порой десятилетиями живут, вот там в Бразилии я встречался со староверами, в Австралии там дружим мы, там многие сейчас вот в США, там Европа, многие знают там по много лет, и тот пример, который сейчас вот по поселениям, которые вы сказали, тот пример служения, потому что у нас в стране, когда вот Влад сказал, что там опять впереди, потому что реальные поселения, они такие не игра в поселения, потому что когда буддистская история, принесенная Швейцарией, становится бизнесом, она принесенная в США, становится чуть-чуть другой, и вот этот синтез и единство между соответствием духовным ценностям, например, вот мы дружим много лет с Олегом, с Чомом, который вот кафе Гончелеро, если у вас на улице Мира было, Максим там работает, у него 30 лет своя школа, вот в центре Индии, и он действительно впитывает и таотскую культуру, и индейцев, вот пуэр-чай, не пуэр, а капоэру и маты привез в Россию он, тогда еще давно, когда вот Морозов сказал, что Дима, что 81-м году был первым в Ауровиле, и русский человек, который собрал духовную культуру мира, привез в Россию, и те, которые сохранили свою культуру здесь, вот мы как граждане России, и те, которые впитали культуру в тех странах, мне кажется, вот такое глобальное единство, сейчас это является, так если можно выразиться, предметом моих размышлений, моей медитации, мы должны вот эти связи вынашивать и внутри страны, и между нашими друзьями, коллегами, не знаю, там, единомышленниками по всему миру, надо со всеми дружить, но вот связь, когда один, язык, и мы понимаем, потому что тяга, не побоюсь этого громкого слова, к русским березкам, к Есенину, к Пушкину, к Тючеву, она усталась у всех, там, русская кухня, одежда, архетипические образы, поэты, и почти везде, куда приезжаешь, первое, что есть какая-то группа активистов, обычно русских женщин, филологов или историков, которые создали некий клуб по интересам, начинается Масленица, Новый год, и они сохраняют этот энергетический стержень русского языка и русской культуры, потому что время достаточно развивается динамично и быстро, и мы можем очень сильно увлекаться, там, да, и любить это правильно, там, масштабом, глубиной индуизма, там, и практичности, и силой, там, да, осизма, там, да, мы можем увлекаться и африканскими, и индейскими практиками, все отлично, потом все равно все оказывается, все едино, там, где вырос, где служил, кем был, как к земле относился, как к себе относился, то есть, если мы сможем, Роман, так вам некая такая мысль для размышления, все-таки сделать эту глобальную историю, и многим из наших предложить, потому что, когда они приезжают, мы хотим также им давать некие те ценности, приезжая с любого города мира, почти многие из них совершают поездки, и сейчас уже не только поездки, Москва, Санкт-Петербург едут на Урал, едут на Байкал, едут на Дальний Восток, и я считаю, что оно бесконечно это единство, потому что многие занимаются там тоже, и, например, в Боливии, в Парагвае, в Аргентине, огромное количество и староверов, и русских, они не занимаются родовыми поместьями, они живут так, они живут в сельском хозяйстве, например, по-моему, был такой офицер, кажется, Белов, он является национальным героем в Парагвае, там племя Гуарана одна из главных, они сейчас одни из таких сильных, как бы, племен, но они живут пока в этом мире, и у них не дошла городская цивилизация, Боливийская, там очень много таких племен, они живут в этой этнике, то есть если мы начинаем считать, что, допустим, африканские племена пока еще, ну, как бы, не доросли до уровня такой городской цивилизации, то индейская цивилизация, она очень близка по ощущениям, вот, Латинская Америка, и если мы сможем выстроить эти отношения, и самое главное, между городом и деревней, при этом, вот, с русским миром, то, наверное, у нас будет огромный потенциал чувствовать это единство, вот, вчера, когда я Дайану слышал, все-таки я считаю, что такие вещи, как телемосты, там, общение с ними, и общение даже с нашими, вот, мы можем это делать, с русскоговорящими людьми, там, от Нью-Йорка, там, не знаю, Сиднея, Тогоуна Цареса, это будет очень большая связь, и к вам, и в родовые поместья, и в поселения, они реально поедут, они поедут, чтобы питать русский дух, чтобы пожить, питать природу, вот, такого плана связи, и простые, и практические, но каждодневные шаги, они создадут огромную возможность, эти коммуникации могут быть, являться таким фундаментом, например, мы будем презентовать нашу идею в наших школьных лагерей, чтобы в этом году мы апробировали, так называемые, там, билинговые семьи, там, мама русская, отец француз, там, бельгиец, и он там, мама пытается русскому научить, но в детском царе у него, там, французский, там, немецкий, они отдали своего ребенка, там, несколько семей, где две национальности, ребенок, там, за две недели так потянул свой язык, что они, счастье, готовы приехать опять, то есть, когда они, там, на лето приезжают сюда, и таких, практически, шагов, на самом деле, десятки и сотни, сейчас я уже завершаю, и когда, вот, началась эта информационная борьба, к сожалению, там, да, Запад, Восток, Россия, там, Европа, США, было некое напряжение, но при этом мы продолжали ездить в эти страны, делать гуманитарные проекты, я хочу сказать, что, независимо от информационного поля, когда-то в Советском Союзе, сейчас, к сожалению, этим заболел Запад, как у нас раньше говорили, простой народ, он реально гораздо лучше относится к России и, там, к нашим ценностям, чем все это декларируется, то есть, этот монстр, который, там, нам кажется, что есть Запад, им кажется, что есть Россия, он гораздо-гораздо такой, более дырявый, нет этого монстра. Например, в бывшем ГДР, ФРГ, абсолютно пророссийский, вся Восточная Европа абсолютно пророссийская. В Германии, там, весь западный бизнес, ГДР абсолютно говорит о безумии того, что происходит. Если мы такие связи будем создавать все больше и больше, писать письма, коммуницировать, приглашать гости, делать целомосты, то популяризация каждого из ваших проектов, популяризация там и деятельного мира в целом, и многие люди, то, что вы сказали, приехали здесь, вдохновились, у нас такие встречи происходят почти всегда, и мы делаем, ну, наша задача была поставлена на то, чтобы в позитивном смысле слова иницировать региональные власти. У нас там Министерство культур всех регионов, Русское географическое общество, посольство иностранных государств. Мы им объясняем на всех уровнях, государству, бизнесу и общественным организациям идею. И люди вдохновляются, и все эти баррели уходят, и проникновение идеи происходит на многих уровнях. Это очень важно. Поэтому вот ваша такая социальная активность и ваша презентация, рассылки, они будут завоевывать мир, в хорошем смысле слова, гораздо быстрее, чем нам кажется. То есть мы действительно там не одиноки, даже если мы хотим остановиться, нам кажется, что там до соседней деревни порой там не всегда асфальтовая дорога, или там соседей грустные, там или еще что-то, то все равно создав это единство, у нас есть все шансы это усиливать, популяризировать, не побоюсь этого слова, в десятки раз больше, чем нам кажется. То есть обратная связь придет гораздо больше. И здесь радоваться тому, что мы есть, но я считаю, что этого мало. Это просто тотально нести эти ценности, объединять русский мир по миру и нести свои идеи всем остальным. Не только русским, но и Европа, Америка, очень такая благодатная среда. Азия очень благодатная. Нас очень любит Индия, нас очень любит Китай. И мы можем просто не так... Германия. С хорошим пиететом смотрит. Ну, с немцами да, но мы как? Мы разные, но мы не чужие. То есть с Индией, с Китаем мы разные, но у нас есть некая эмпатия друг к другу. То есть вот если на энергетическом уровне считывать, человек, который там вынужден профессионально заниматься этнографией, то есть когда Льва Николаевича там читает, что в памятнике есть и другие вещи. То есть есть вещи, когда, например, нам очень нравятся бабочки и птички. Мы очень боимся там, не знаю, жуков и тараканов. Понимаете, да? Вот с людьми чуть-чуть по-другому, но суть та же. Вот в Германии, да, там мы разные, у нас нет противоречий. А вот такая любовь, желание рассказать, там, помолиться с индийцем, попеть подмосковными вчера с китайцами, нам это всем очень нравится. Вот, с немцем подмосковными вчера не попоешь. Вот, но все равно приятно как-то, да? С англосаксами тоже очень тяжело, но масштабно. Это тоже сильные люди, это такая глобальная мировая морская империя. С ними всегда можно говорить на равном. Вот, но там есть тоже плюсы и минусы. То есть, когда мы говорим с разными аудиториями, особенно с послами, с бизнесом, у нас есть своя компания, она пока только начинает развиваться, называется «Полифония культур». И мы пошли в область тренингов, межкультурных диалогов и создания там проектов. Потому что, когда начинаешь говорить, там, и газная ментальность, хорошо, когда ты просто там поговорил и все. Ну, посидели, зашлись. Сложно, когда миллионные, миллиардные сделки, люди друг друга не поняли, и возникает такое непонимание и пропасть. Это такая очень серьезная история, которая ждет человечество в 21 веке. Мир стал меньше, информационно все очень быстро, а ментальность, она отстает там на столетия по отношению к технологии. Это такая отдельная беседа. Может, когда-нибудь мы с Романом форум проведем на тему, межкультурного диалога. Вот это актуальная тема. Ну, потому что есть экспорт туризма, вот то, что сказали, а экспорт чего-то еще, технологий, например, вот когда про тарелку, коворкинг, вот эти слова мне интересны. А типа давайте создадим поселение. А нафига поселение? Поселений много. Туризм, да. Хороший вопрос здесь, все зависит от того, на какой личной стадии ощущения жизни вы хотите. Кто-то приходит вещать этому миру что-то, кто-то приходит служить, у меня тоже мотивация в служении. Кто-то приходит получить, говорит, я пришел, родился, там, любите меня, кормите меня. А кто-то приходит, говорит, я сторонки посмотрю, там, я не про дела. Поэтому тут мечтатель, деятель, созерцатель или эгоист, все зависит от человека. Кому-то нафига, он уже устал. Он говорит, не трогайте меня, меня мой огород прокормит и все. Технологии, технологии, это интересно. Ну да, да. Ну сейчас Япония аниме экспортирует в Китай через кухню всегда. Конкуренция культур, не берем это конфликтом, цивилизация, то, что вы сказали, это культура, это сейчас базовая вещь. Потому что уровень взаимодействия происходит на уровне архетипов, ценностей их сознания. То есть раньше там Македонский шел там годами, там Чингистан шел годами, в войсках сейчас это все происходит час-два ежесекундно. Поэтому столкновения более эмоциональные, и поэтому такой плавильный котел нам происходит ежесекундно в сердцах каждого из нас. Мы принимаем то иное решение, какую роль мы хотим сыграть в этом поединке в 21 веке. И поэтому я говорю про проактивную позицию, про объединение, не побоюсь этого громкого слова, русского мира по всему миру. Загрузил. Вау! Да, я пойду чуть-чуть в сторонку. Постающий.